Политика, демография и экономика Каракалпакстан Каракалпак, Каракалпакстан, Республика Си Слеш Узбекский является автономной, формально является суверенной и делится Узбекистаном право вета на решение, касающееся ее Согласно Конституции, отношения между Каракалпакстаном и Узбекистаном регулируются договорами и соглашениями, а любые споры разрешаются путем примирения Его право на отделение ограничено правом вета законодательного органа Узбекистана на любое решение о выходе Статья 74 главы 17 Конституции Узбекистана гласит Республика Каракалпакстан имеет право выйти из состава Республики Узбекистан на основании общенационального референдума, проводимого народом Каракалпакстана Население Каракалпакстана оценивается примерно в 1,7 миллиона человек, а в 2007 году было посчитано, что около 400 тысяч человек составляют каракалпакскую этническую группу, 400 тысяч узбекий и 300 тысяч казахи 3. Их имя означает «черная шляпа», но каракалпакская культура была настолько утеряна в результате советизации, что первоначальное значение «черной шляпы» теперь неизвестно Проверка необходима, каракалпак язык считается ближе к казахскому, чем узбекский Язык написан на модифицированной кириллицей точковое советское время и пишется латиницей с 1996 года В 2017 году население выросло до 1,8 миллиона человек Общий коэффициент рождаемости составляет 2,19% В 2017 году родилось около 39,400 детей За тот же период умерло около 8,400 человек Общий коэффициент смертности составляет 0,47% Темп естественного прироста составляет 31 тысяча, или 1,72% В 2017 году средний возраст составлял 27,7 года, что меньше, чем в остальной части Узбекистана Средний возраст 28,5 года по стране Мужчинам 27,1 года, женщинам 28,2 года Помимо столицы Накуса, крупные города включают Ксаели, Кириллица, Хаджили, Таксиатош, Тахиаташ, Шимбаи, Шимбаи, Канерать, Айрат и Мойнак Мойнак, бывший оралопорт теперь полностью высохла в соответствии с НАСА Раньше экономика региона сильно зависела от рыболовства в Аральском море Теперь он поддерживается хлопком, рисом и дынями Также важна гидроэлектроэнергия от большой советской станции на Амударье Дельта Амударье когда-то была густонаселенной и в течение тысяч лет обеспечивала экстенсивное ирригационное сельское хозяйство При Хорезме область достигла значительного могущества и процветания Однако постепенное изменение климата на протяжении веков Ускоренное антропогенным испарением Аральского моря в конце 20 века Создало пустынную картину в регионе Древние оазисы рек, озер, тростниковых болот, лесов и ферм высыхают и отравляются переносимой ветром солью, удобрениями и пестицидами Точка остатки высохшего дна Аральского моря Летняя температура повысилась на 10 градусов Цельсия, 18 градусов Фаренгейта А зимняя температура снизилась на 10 градусов Цельсия, 18 градусов Фаренгейта Скорость анемии, респираторных заболеваний и других проблем со здоровьем резко возросло Кегелейский район образован в 2004 году путем слияния бывшего Базатаузского района, северная часть 5 района на карте, и бывшего Кегелинского района, юго-восточная часть 5 района Это слияние было осуществлено постановлением 598 и Али Мажлиса Республики Узбекистан, 11 февраля 2004 года, и постановлением номер 225 Кабинета Министров Республики Узбекистан, 11 мая 2004 год, которым был упразднен Базатаузский район и создан расширенный Кегелинский район До этого в Каракал-Пакстане было 15 районов СМ Кабинет Министров Республики